Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас находимся в празднике Ханука. И хотел бы поговорить о празднике Ханука, о светлом празднике, который Всевышний нам подарил. Праздник Победы над греками. Наши мудрецы установили этот праздник в честь того, что, во-первых, было двойное чудо. Первое, что нашли единственный бочонок, неоскверненный масло, который прогорел 8 дней, хотя его должно было хватить всего на один день. Все это время, пока не сделали новое чистое оливковое масло, которое продолжало гореть и в дальнейшем. И наши мудрецы в память об этом установили этот праздник. Я уверен, что все вы вместе зажигаете ханукальные свечи, ханукальные подсвечники в честь этого великого события, которое все мы с вами сегодня отмечаем и продолжаем отмечать. Но хотелось поговорить о таком вопросе, что же произошло. Мы знаем, что была героическая победа, длившаяся очень много лет, пока все-таки Маковеи победили. И смогли зайти в храм, очистить храм, зажечь ханукальные свечи, как мы говорим, что отдал сильных в руки слабых. И действительно, по идее, мы должны были праздновать в первую очередь эту победу, физическую победу, которая была чудесным образом. Но наши мудрецы установили именно масло. Именно масло является основным символом. И, как говорит любавческий рэбе, что темноту палкой не прогонишь. Это основной посыл, который дает любавческий рэбе. И действительно, почему же все-таки наши мудрецы установили этот праздник именно на масло. Немножко хотел вернуться в историю праздника. Мы знаем, что начнем с времен Александра Македонского, который вошел в Иудею, захватил Иудею и очень хорошо отнесся к евреям. Он хотел поставить свою статую в храме после того, как он захватил Иудею. Но первый священник сказал, что у нас это запрещено сделать. Мы укавечим твое имя другим. Каждый нарожденный мальчик будет иметь имя Александр. И Александр Македонскому это понравилось. И так в еврейскую традицию вошло имя Александр. И оно стало как бы тоже еврейским. Но греческое имя Александр. И так как Александр был очень хороший правитель, очень хорошо относился к евреям. И как происходит то, что происходит из поколения в поколение. Как только нам хорошо живется, к сожалению, часто мы забываем о том, что есть Всевышний. И пытаемся оплодотворить чужую культуру, стать частью другого чужой культуры. Так и происходило во времена греков. Во времена греков было много ученых греческих. Они несли культуру особую, особый дух. И евреи увлекались тоже, начали увлекаться этой культурой. Начали дискутировать на разные темы. И так случилось, что со временем очень большое количество евреев облеклось в греки. Они стали как греки. Назвали греки. Теперь греки не боролись против нас как таковых. Их грекам интересовало подавить наш духовно. Мы сейчас об этом поговорим. Итак, сначала многие евреи увлеклись греческой культурой. Вы знаете, греческая культура, мифология, это культура тела, философия. То есть спорт, олимпиада, все вот эти вот вещи. Вы знаете, что в Израиле не называют спортивные состязания олимпиадой, потому что это как ножом по сердцу. Потому что именно те, которые называли олимпиадой, они как раз исповедовали вот эти греческие обычаи, которые стояли напротив еврейской культуры, еврейской жизни, еврейской силы. Называют это в Израиле макабиада. Мы знаем, что спорт это очень полезно для тела. Многие занимаются спортами. Это очень важно. И вот греческая культура начала противостоять еврейской культуре. Многие евреи пошли в греческую культуру, потому что она очень сильно распространялась. И в какой-то момент было деление определенного количества евреев, которые стали как греки. И большая часть еврейского народа оставалась еврейским народом. Но тут пришел новый правитель, который решил объединить Грецию путем того, что он заставит всех, чтобы была одна культура. И это был Эпифан, который начал силой заставлять евреев принимать культуру Греции. Те, кто уже не хотел. И самое страшное, что было большое количество евреев, которым мы в этом помогали. Они были на стороне греков. И когда уже была... То есть, скажем так, что мы должны отметить, насколько тяжелое было положение евреев, скажем, было право на первую брачную ночь. То есть, каждая девушка, которая хотела выйти замуж, она должна была принадлежать греческому сановнику. Это очень страшная вещь, о которой мы говорим. То есть, мы понимаем, что для женщин это было страшное наказание для еврейского народа. Вот. Потом были еще другие вещи. Запрещено было делать обрезание. Ребенка скидывали со скалы, если он сделал ему обрезание вместе с матерью. Известная история о Хане и ее сыновьях. И так началось очень сильное давление на еврейский народ, для того, чтобы евреи уже те, которые не хотели, стали как греки. И очень важно отметить нам, что греки не пытались подавить еврейский народ как народ. То есть, они говорили все, что они могли объяснить, все, что вы могли объяснить, потому что мы, евреи, могли объяснить со стороны логики, греки не были против этого. Они же были культурные люди. Мы уже видели, что как одна культурная нация уничтожала нас полностью, которые были тоже культурными людьми и философами, многие из них. Это им не помешало заниматься уничтожением еврейского народа. И, конечно, основное противостояние их было, что это люди, которые испытывали, как бы, и для них была культура материи. Да, культура материи. Материя для них была основой, основой всего. Да, к чему я это веду? Я хотел потом провести параллель, который проводят Любавические Рэбы, предыдущие Любавические Рэбы, что события Хануки напоминают события Советского Союза. И то, что делал Советский Союз, тоже напоминает очень много из событий Хануки. И мы вернемся в события Хануки. Так вот, события Хануки произошло то, что начали давить очень сильно еврейский народ, начали сдавливать, придавливать. И у евреев, как бы, давили их не по национальному признаку, а по духовному признаку. Все, что мы называем духовность, все, что мы не можем объяснить, а потому что так хочет Бог, для греков это не признавалось. То есть, если это полезно материи, пожалуйста, кашрут как таковой они бы разрешили, если бы мы это делали только потому, что это полезно для тела. Да, и все остальные законы. Ну, вот вещи, которые, как, например, я скажу, миква, то есть, вещи, которые невозможно объяснить, почему женщина очищает именно миква, ритуальный бассейн, и никак не может очистить простой бассейн, какая бы она чистая не была, сколько бы она не вылила на себя шампунь, сколько бы она не отмывалась бы, она не очистится от нечистоты духовной, только при помощи миквы. Это греки не могли понять. Греки не хотели признавать еврейский календарь, греки не хотели признавать все, что связано так или иначе, все, что связано с духовностью. То есть, они протистояли против духовности материи, пожалуйста, они не расслушили храм, они сказали молиться, вещь хорошая, она полезная, то есть, ну, мы тоже будем молиться там, мы тоже поставим своих идолов, еврейский народ избранный, нет, мы это не признаем, это мы не признаем, это мы не признаем, а так живите, пожалуйста, как мы. И тут произошла очень страшная вещь, потому что многие евреи для того, чтобы стать как греки, даже есть такая страшная вещь, наращивали обрезание, потому что у них была культура тела, они выступали голышом и голыми, и для того, чтобы выступать в этих состязаниях, нужно было не иметь изъяна, а это считалось у них изъян. То есть мы видим страшную вещь, что евреи очень сильно ассимилировали, и оставалось два варианта. Некоторые ассимилировали сами, а некоторые уже пытались ассимилировать. И мы знаем, что историю о Мадеине, когда зашли, семейство Масияву подняло восстание, восстание длилось долгие годы, женщины приложили большую силу для того, чтобы мы победили, да, это дочь Масияву, да, и как мы это все видим, то есть как бы в результате мы победили, и когда мы ушли в храм, то Масло, которое греки считали, да, что они специально его осквернили, то есть они не вылили его, как они говорили, они не признавали законы чистоты, Всевышний сделал чудо, показав грекам, чтобы победа была настоящая, она была духовная победа, именно то, что греки могли принять то, что еврейский народ мог победить физически, на духовные вещи, это была духовная победа. Евреи сделали правильно, кстати, очень важная вещь, которую мы должны сказать, самое важное, как ты начинаешь заповедь, евреи хотели выполнить зажигание ханукального подсвечника, как положено. Кстати, очень интересная вещь, что мы тоже иногда нам кажется, что все равно мы не сможем до конца соблюдать шаббат, так лучше его вообще не соблюдать, это неправда, то есть мы должны сделать то, что от нас зависит, Всевышний поможет нам и сделать чудо, чтобы мы это сделали больше. Начнем положительно, начнем правильно, и Всевышний поможет, чтобы это было до конца. Кстати, очень интересная вещь, что один из обычаев, что мы стоим с правой ноги, почему с правой ноги, правая нога это хэсет, и сказали наши мудрецы, как ты начинаешь день, так ты его проводишь, поэтому начало для нас имеет большое значение, если мы начинаем все правильно, как положено, то Всевышний помогает, чтобы это начало завершилось. То есть у Равашкина здесь шикарная история, в которой он рассказывает, что как-то в Йом-Кипур, то есть не в Йом-Кипур, а в Рошана, к одному шалеху, то ли в Таланде, то ли еще в каком-то другом городе, подошел парень, это был Рошана, он попросил, чтобы ему протрубили, потому что мама его попросила, чтобы он не летел без того, что услышит рубление в шафар. Равин протрубил его, потом сказал, слушай, может ты останешься, может ты не полетишь никуда, он говорит, нет, я уже купил билет, он говорит, я тебе поменяю билет, но это все-таки Рошана, побудь с нами. Он согласился, побыл с ними и все, потом Равин получил через какое-то время, получил письмо через месяц от этого парня и чуть больше, он говорит, я не понимаю, что со мной происходит, Ребе, после того, как я был у вас, после того, как я услышал трудный звук шафара, прошел Рошана, когда наступил Шаббат, я сказал, ну уже Рошана, я так отметил, я хочу соблюдать Шаббат, я начал соблюдать Шаббат, и вот уже четвертый Шаббат я не могу нарушить, потому что каждый раз я не хочу упасть, и я не знаю, что это происходит и как такое случилось. То есть, если мы начнем, как положено, Всевышний поможет нам, чтобы мы закончили. Но я хотел поговорить о другом, я хотел поговорить о предыдущем ливайческом Ребе, когда его арестовали, приговорили к расстрелу, расстрел заменили ссылкой, он стоял на перроне поезда и говорил очень тяжелые слова. Он сравнил коммунистический режим с режимом греков, да, то есть он сказал, что многие братья оставили нас, да, то есть многие братья пришли на сторону врага, да, то есть они воюют с нами. И, тем не менее, осталась горстка людей, которые не хотят, как сказали Маковеи, они сказали, лучше умереть как евреи, да, чем жить как неевреи и умереть духовно. То есть они предпочли умереть физически, да, чем духовно, да, и вот эта небольшая горсть, она подняла восстание. Кстати, самое интересное, что если мы подумаем, что кому мешало это как раз восстание, как раз это мешало тем евреям, которые стали как греки, то есть ассимилировались в наше время. То есть обычно мы видим тенденцию, что евреи, которые достигают большого положения в обществе, идут в политику или еще куда-то, им очень мешает зачастую другие евреи, потому что им каждый раз говорят, так кто вы, определитесь, вы там или там. И поэтому им мешает, им мешает, что кто-то остается религиозный, что кто-то остается верен своим традициям, и это как бы как блемо на ихнем глазу, и они пытаются это, к сожалению, блемо убрать, они пытаются, оправдывая себя, как бы убрать связь еврейского народа с еврейством, как таковым религиозным еврейством, и оставляют просто галочку в том, что в документе у них было еврейство. И мы видим это, как происходило в Советском Союзе, когда евреи начали ассимилировать, был общество, которое немногие знают, но это известная вещь, Евсекция, это был созданный специальный комитет из евреев, который помогал очень коммунистам, да, то есть это были коммунистические евреи такие, которые закончили школу просвещения, стали просвещенными евреями еще при царском режиме, а потом присоединились к коммунистическому движению и боролись с еврейством. Они сделали газету Даремес, которая высмеивала все, что связано с еврейством, и они все время отрекались от еврейства как такового и пытались еврейство уничтожить, но тем не менее они все равно оставались как-то евреями и оставались такая Евсекция, то есть еврейская организация партийная. Ну и в свое время, по-моему, Троцкий сказал, у нас нет советского еврея, у нас есть советский человек, то есть он как истинный уже огречавший еврей, да, то есть как ассимилированный еврей, сказал, что не надо вообще ничего общего с еврейством, мы еврейство умираем, то есть мы обычные люди, как все другие. Вот, и Рэбб сказал, что несмотря на это мы должны обратить внимание, как бы тяжело не было, как бы сколько братьев нас не осталось, они воюют на другой стороне. И поэтому в молитве на Хануку, мы говорим, отдал нечистых в руки чистых. Это говорится как раз о победе евреев, которые были чисты, то есть духовно чисты, над евреями, которые были нечисты, потому что на стороне греков воевало большое количество евреев, которые перешли на другую сторону. По поводу коммунизма я все время вспоминаю фразу, которую сказал покойный резник, это один из деятелей Павлодара, он был очень сильно коммунистом ярым, писал даже речи для этих вот, но потом он занялся историей в конце жизни, приходил в синагому, и он сказал такую фразу, среди евреев, религиозных в этот момент, мало коммунистов, но среди коммунистов очень много евреев. То есть эти евреи, которые пошли в коммунизм, они добились очень многого, и начали пытаться нам навязать новую систему, систему новых ценностей. Им было плохо, что они одни пришли, они считали, что все время, пока есть мы религиозные евреи, то есть это мешает им ассимилировать, и их не любят только потому, что есть мы. Но на самом деле их не любят не потому, что есть мы, а потому что мы евреи, и есть особое отношение, к сожалению, у других народов, именно к еврейскому народу. Вот, и мы возвращаемся к тому, что это очень похоже на советский строй, и тут мы вспоминаем своего Карла Марса, что все материя, и дух это тоже материя. Вот материя, она превосходила, и поэтому для греков, как и для коммунистов, было важно тело, было важно материя, все, что связано с материей. Мы рождены, чтобы сказку сделать были, все, что мы говорили, все, что мы считали материей, да, все это имело для нас первостепенное значение. Был, конечно, и дух, какие-то духовные вещи, но все они были направлены на материю, на коммунизм и все остальное. И теперь мы видим поразительное свойство, поразительное сходство между подходом коммунизма, подходом греческим, и поэтому они хотели нас осчастливить, и некоторые евреи не могут понять. Я помню, был такой клуб политической песни в Израиле, они сделали песню, и они там очень интересные слова в Израиле говорили, что как-то там человек хорошо отметил Хануку, предался сну, и снова во сне ему снился черный сон, он был, условно, перец, чей-то голос славил мерец, грубо, пончики броня, их слепили, броня, их слепили сионисты, в них колори 300, если явин, нам не ждет, и так далее, и так далее. Ну подумайте, что за праздник отмечаем, это же повод для печали, это не девятая ава. Греки были народ культурный, жили мы при них недурно, и так и было. Любой человек, который хотел быть как грек, он жил довольно неплохо, у него были хорошие условия, хорошие возможности, жили мы при них недурно. То есть еврейский народ физически жил при них недурно, но недуховно. И они, говорят, процветали, но вмешались мракопесы в ход культурного процесса и межномирного прогресса развязалась война. То есть вмешалась кучка евреев, которые хотели остаться евреями и напортили им всю успешную ассимиляцию, становление, стать частью народа. Мы видим, что происходит сейчас в Америке, когда большое количество евреев, к сожалению, поддерживает не Трампа, который столько много сделал для евреев, потому что они ассоциируют себя с другими разными вещами и всем остальным. Но эта тенденция понятна, потому что когда нет духовности, человек удаляется в материальность, ему нужно найти другую духовность. А у еврея духовность это Тора. И когда еврей занимается не Торой, он очень успешен в разных других областях, он полностью отдается к другому. У нас был венгерский посол в Казахстане, я очень хорошим с ними был отношением. Он сказал, за что он любит еврейский народ, что он цельный. Что значит цельный? Он говорит такой настоящий. Он говорит, что у него есть венгерский еврей, друг, он коммунист, а другой противник коммуниста. Так вот коммунист, он до корня души коммунист, а противник, он до корня души противник коммунизму. То есть еврей, он везде, он полностью берет свои духовные силы, которые Всевышний ему дает, и вместо того, чтобы, к сожалению, иногда использовать их в Торе, он использует их в другой культуре, оплодотворяя их, используя их в других вещах, и он полностью, всецело отдается тому, чему он отдается. Но, как мы знаем, слава Богу, в этот культурный процесс ассимиляции мешалась группа людей, которые хотели остаться евреями, несмотря ни на что. Или, если надо было, хотя бы умереть, как евреи. И говорит наша Тора великая, говорят наши мудрецы, говорят, что настоящее принятие Торы было в настоящее время в Хануку и в Пурим. Когда евреи принимали Тору в горы Синае, все было хорошо, Всевышний им раскрывался, сделал египетские казни, растек море. Конечно, тогда ты принимаешь, что видишь Всевышнего. Но когда они не видели Всевышнего, когда любой человек, который соблюдал Тору, мог умереть, и он все равно выбрал Тору, вот это настоящее принятие Торы. Вот это настоящее принятие Торы. Поэтому это свет. Ханука – символ света. Мы по-настоящему приняли Тору. В этот праздник мы по-настоящему стали евреями. Мы по-настоящему ощутили себя евреями. Смотря на свечи, я думаю, каждый из нас должен осознать, что те люди, которые поднялись на восстание, они сказали, что у нас есть духовный стержень. Мы духовные люди. И мы, не только материя для нас важна, не состояние физического тела. Для нас важна духовность. Поэтому греческая культура была напротив всей духовности еврейства. Еврейство заключается не в этом. Они хотели убрать духовность из иудаизма. Они хотели, чтобы просто была культура, но не духовность. И мы видим, как Всевышний дал нам большое чудо. Пишется, что можно было зажигать на масло. Если нет кошерного масла, можно было зажечь на некошерное масло. И это то, что греки хотели. Греки хотели, чтобы мы уступили. Чтобы мы сказали, что зачем нам нужно некошерное. Но это материя. Материя не имеет значения. А материя имеет значение. Тора говорит, Хасидут говорит, что Всевышний облек в нашу материю большую духовную сущность, духовную энергию. И когда еврей соприкасается с этой материей, он поднимается к духовной святости. Поэтому все, что мы соблюдаем, это не потому, что это полезно и важно, это хорошо для тела, а потому, что так хочет Всевышний. Всевышний так задумал, Всевышний дал туда большие силы. Я вас поздравляю со светом Бранником, Хану Касамэх. Вы видели много подсвечников, много свечей. Несите свет в этот мир. Делаем его светлее. И свет всегда прогоняет тьму. Потому что стоит только разжечь чуть-чуть света, и сразу тьма уходит. Всего хорошего.